Мы работаем получается где-то год, чуть больше года, и за это время у нас уже обратилась и получила услуги. Нашего центра более 100 компаний, ну где-то до 150, сейчас точное число не скажу, и при этом просто обратившихся, которые нам, в принципе, звонят каждый день, пишут, их, конечно, гораздо больше. Это те компании, которые в основном хотят выйти на экспорт, это начинающие. В основном это товары, это готовая продукция, продукция деревообработки, пиломатериал, строительный материал какой-то, это продукты питания, это сельскохозяйственная продукция. И, конечно, учитывая то, что у нас тут Китай под боком, в основном это все заточено, скажем так, на Китай. В этом году, в конце года решили попробовать, поработать, это комплексная программа по выводу, быстрому выводу на рынок именно Китая. Мы работаем с компанией, которая называется «Энергия экспорта». Мы направили им, то есть провели отборы, направили 10 компаний, мы их отобрали. И сейчас она у нас уже полным ходом, то есть для каждой компании уже разработан индивидуальный план вывода на китайский рынок, и он сейчас успешно реализуется. У нас есть там представлены крупные сельскохозяйственные компании, есть у нас производитель высококачественного ремесленного шоколада, есть у нас и косметика парфюмерия тоже есть. Ну вот, многое другое. Мы сейчас понимаем, что у нас есть также потенциал по экспорту услуг. Это въездной туризм, это различного рода услуги. К сожалению, сейчас, конечно, въездной туризм пока мы ждем, когда откроются границы, еще пока неизвестно. Но есть и другие услуги. То есть, скажем, в том же Китае востребованы услуги по изучению русского языка. Там, знаете, много чего можно придумать. Сейчас я бы назвала такие тренды и рынки, которые очень перспективны именно для нас, для нашей продукции. Вот что у нас? Это лекарственные травы. Это 100% то, что может зайти на рынок. Но лекарственные травы, это не просто вот мы взяли там в мешках, там, не знаю, собрали и экспортировали. На основе этих лекарственных трав можно создать столько разного, столько разной готовой продукции. Это и косметика, и какие-то БАДы, и какие-то, не знаю, продукты питания там для ЗОЖ, да. Это то, что может зайти. И что наиболее интересно, как раз с такими товарами было бы интересно выходить, а не востребованы в развитых странах. То есть это и Корея, и Япония, Сингапур, можно в Гонконг, можно в страны Европы. Почему нет? Мы на самом деле несколько месяцев назад начали работу по поиску партнера для одного нашего крупного производителя, деревообработчика. У нас сейчас там хорошие контакты. Мы познакомились с руководителем ассоциации деревообработчиков Вьетнама. Я так понимаю, у них такая большая государственная поддержка, и Вьетнам, он заточен как бы на то, чтобы их производители закупали сырье и делали переработку у себя. То есть там они получают, видимо, субсидии. Соответственно, они очень заинтересованы в лесе, особенно им нужна была береза. Ну и как вариант, просто нам сказали, что вот есть еще компании, которые входят в ассоциацию, им нужны вот эти деревянные сборные дома. Мы, соответственно, решили разместить в надежде на то, что мы найдем у себя таких желающих вставлять эти дома, такие сборные дома. Сейчас у нас особенно зашли маркетплейсы, то есть это онлайн-торговля. Ну и плюс пандемия, конечно же, она наложила отпечаток свой. У нас порядка 20 компаний сейчас на обслуживании. Мы их вывели на различные онлайн-площадки. Это международные торговые площадки электронные. И товар самый разный. Это и какие-то банные изделия, игрушки из дерева, и другие какие-то изделия из дерева. Это шоколад, это одежда и обувь из кожи. Это даже вот унты у нас вчера буквально была продажа. Это и картины, то есть много всего на самом деле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!